Распахнула дверь и городская библиотека номер 4. Она находится по адресу город Раменская, улица Красноармейская, 19, и располагается в трехкомнатной квартире с 1999 года. Хранители книжного дома до последнего времени беспокоило состояние помещения. Стены, полы были обшарпаны и шли в диссонанс с культурным посылом. Капитальный ремонт исправил ситуацию. Было принято решение о том, что необходимо провести ремонт, выделить средства для этого. Помещение преобразилось, и это все замечают, кто сюда ходит. Здесь два замечательных руководителя, которые поддерживают эту работу, ее разнообразили настолько, что здесь создалась добрая такая семья. Я думаю, что какие бы ни были изменения, это вообще реально, да, сейчас разные форматы и библиотечные пункты приобретают. То есть это должна быть или одна большая библиотека, куда будут все ходить, или должно быть множество библиотек, расположенных по всем частям города для удобства. Мне кажется, что мы должны найти и следовать срединным путем, не выбирать путь, при котором это будет неудобно, а выбирать путь, по которому человек будет идти в библиотеку, идти к книге. Книжный фонд составляет около 8500 единиц. Количество читателей достигает 1600. Филиал посещают граждане всех возрастов. Из них дети 842 человека. Здесь мы будем выдавать книги, это наша новая кафедра, красивая, современная. Здесь мы будем выдавать книги. Нам, конечно, пришлось расстаться с частью фонда, скажем честно, но для комфорта, что стало просторно. У нас раньше не было детского отдела, был выделен просто часть стеллажей, была выделена по детский фонд, а теперь мы сделали отдельную детскую комнату. Проходите, посмотрите. Из муниципального бюджета были выделены средства для проведения масштабных работ. Кроме приведения в порядок стены полов, были заменены окна, сантехника, заново организовано книжное пространство. В Новый год библиотека входит полностью преобразившийся. Человек, который читает, он наполнен, он не пуст, и его даже словесный запас, будем так говорить, сразу можно почувствовать. Поэтому большое спасибо я уже сказал тем, кто здесь работает, за эту работу. Ну, а наша задача продолжать делать подобные учреждения более яркими, светлыми и с хорошей, ну, насколько позволяет помещение, с хорошим книгомфондом. Основные направления в работе библиотеки – эстетическое и духовно-нравственное воспитание, чему, собственно, и уделяются в храме культуры и знаний внимания. Я всегда переживал за то, что электронные библиотеки и электронный контент вытеснят бумажные. Человек, который привык ходить в библиотеку и держит в руках книгу, он чувствует ее тепло, он перелистывает и шуршание страницы добавляет ему определенного, не то что настроения, но чувства книги. Да, чувства книги. Это важно. Тот, кто в электронных средствах читает, совсем это немножко другое. Поэтому мне бы хотелось сказать, чтобы большинство людей любили вот именно книгу вот в ее старом, традиционном виде. В рамках проекта «Активное долголетие» для участников проводят курсы компьютерной грамотности. И еще действуют два клуба по интересам для взрослых. Клуб любителей поэзии «Подснежник», который в 2020 году отметил 15-летний юбилей, и клуб бардовской песни «Перевал». Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце, нягчу, чем на Мадагаскале, чтобы достанет жизнь, чтобы горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Формат библиотеки, который расположен в обычном доме, удобен и его жильцам, и тем, кто проживает в округе. Сюда можно зайти по пути из школы, с работы, да и просто заглянуть как доброму другу. В завершении встречи Виктор Неволин оставил свое пожелание в книге отзывов. Елена Цыганова, Егор Кабанов для программы «Городские вести».